здравствуйте уважаемые геймеры и мода строители с вами бертольд африканцев и в этом уроке я расскажу вам как устанавливать и настраивать такие объекты как элеваторы и лифты ну правда будет рассмотрен только один вариант лифта но перед этим хочется сказать кое о чем я сделал такую папку на рабочем столе назвал ее левелс ю т уровне для youtube в нее я поместил резервную копию уровня diversion и файл diversion с расширением xml который был создан в прошлом уроке если вы помните я его переделал то есть переименовал он раньше назывался ford xml а сейчас называется diversion xml вот я поместил его в одну папку с уровнем diversion чтобы потом не искать и не делать новый и так давайте займемся лифтом в одном из прошлых уроков был создан тренировочный уровень уровень как-то он назывался сейчас посмотрю вот он учеб откроем тренировочный уровень учеб и достанем лифт нажмем на entity папка элеваторс и достанем объекта автоматик элеватор вот он такой невидимый чтоб он стал видимый ищем параметр model жмем сюда жмем на кнопку папки открывается папка с различными вариантами модели лифтов ну в редакторе есть еще одна папка с моделями лифтов но рассмотрим пока эту папку она находится вот папка object indoor и папка лифт выберу объект лифт 3 на 3 на 3 м бутон остальные объекты вы можете потом сами рассмотреть я рассмотрю вот этот объект опан и и вот перед нами возник лифт войду в игру и посмотрю что будет если я залезу в этот лифт опа лифт исчез вот это глюк чтобы такого больше не было глюка выделяю лифт жму на кнопку релод скрипт ну и теперь мы весело поехали вверх после этого вниз давайте посмотрим какие есть настройки у этого лифта какие стоит изменять и как какие не стоит изменять актив конечно же изменять не стоит автоматик ну этот параметр конечно же надо изменить но это все не в этом уровне close delay close delay это время которое пройдет после того как лифт достигнет высшей точки до того как он поедет обратно loop sound loop sound start и map with mask менять не стоит есть вот здесь три параметра material default material down material up ими займемся отдельно параметр model мы уже знаем что такое moving дистанция ну поставим здесь допустим 5 посмотрим что получилось ну мы видим что лифт теперь поднимается заметно выше то есть параметр moving дистанция отвечает за величину дистанции чем больше здесь значение тем дальше лифт поедет moving speed здесь стоит пять десятых пять десятых значения ну поставлю двоечку ну теперь мы видим что лифт поднялся и спустился значительно быстрее то есть moving speed отвечает за скорость с которой движется лифт чем выше значение тем выше скорость open the light стоит полтора а вот этот параметр отвечает за время которое пройдет после того как вы войдете в лифт до того как он тронется с места ну давайте изменим два параметра ну сначала сравним вот я вхожу прошло полторы секунды лифт остановился и опять прошло полторы секунды до старта увеличу значение в этих двух параметрах вот я поставлю три а open делай поставлю четыре вот сейчас должно пройти 4 секунды прежде чем он поехал прошло 4 секунды и три секунды прошло прежде чем лифт стал возвращаться назад так какие еще есть параметры тут ну это не трогаем это тоже не трогаем дирекшн дирекшн ну что я могу сказать по поводу дирекшн вот здесь стоит единица в значении z давайте поставим здесь отрицательное значение минус единица посмотрим что будет ну вот вы видите прекрасно что с отрицательным значением в параметре дирекшн по оси z лифт поехал неверно не вверх а вниз давайте здесь поставим нолик а единицу поставим по оси x ну вы все сами прекрасно видели куда поехал лифт ну вы все сами прекрасно видели куда поехал лифт еще немного поэкспериментируем выставим единицу значение y вывод в параметре дирекшн можно устанавливать направление движения лифта по осям x y и z то есть влево вправо вперед назад либо вверх или вниз ну ладно на этом тренировочный разбор параметров лифта я считаю законченным закрывая этот уровень сохраняю здесь все на всякий случай ну и для того чтобы определиться в конце концов какой же лифт вам нужен я вам советую открывать оригинальные уровни и смотреть какие там есть лифты посмотреть какие у них настройки в параметрах какие там вообще есть какие там добавлены всевозможные материалы и шейдеры это очень полезно давайте зайдем в уровень бункер в оригинальный уровень бункер а в бункере есть всего один лифт который нам и нужен вот он этот лифт выделю его и сейчас хочу обратить ваше внимание на параметры материал дефолт материал даун и материал об что надо тут сделать сразу для того чтобы максимально все упростить и не писать потом все вручную сделаем так нажимаю на параметр материал дефолт вот сюда все что там написано выделяется я жму ctrl c это значит я копирую то что там написано сворачиваю уровень жму пуск все программы стандартные и мне нужен блокнот блокнот открылся жму ctrl v и все скопировалось все что там написано все скопировалось в блокнот разворачиваю уровень жму на следующий параметр материал даун ctrl c копирую сворачиваю уровень и в следующей строчке вставляю опять разворачиваю уровень и жму теперь на материал ап ctrl c копирую ну уровень теперь можно закрыть ничего тут не сохраняя и в следующую строчку вставлю то что скопировал ну вот в первой строчке написано дефолт во второй даун в третий ап но потом мы поподробнее разберем что тут закрываю сохраняю на рабочий стол все это называю документ лифт впрочем название вообще не важно ну и давайте откроем уровень диверсион наконец-то уже так где это я понятно мне нужен лифт ну вот я на выходе из бункера вот шахта и так жму entity elevators достаю объект automatic elevator он невидимый поэтому жму параметр model загружаю модель лифт 333 м бутон вот он появился лифт ну теперь надо решить где будет кнопка поскольку его придется все равно развернуть либо этой стороной дверям либо этой надо решить либо кнопка будет в этом углу либо в этом углу ну пусть будет в правом дальнем углу значит лифт надо развернуть на минус 90 теперь аккуратненько установите вот там где надо но я надеюсь с этим у вас проблем не будет потому что если вы устанавливаете лифт значит вы сделали как минимум шахту для него а раз вы сделали шахту значит опыт построения и перемещения таких объектов как стены и прочее у вас есть ну и лифты тоже перемещаются также по тем же принципам все перемещается главное чтобы он ровненько стоял ну и чуть повыше его так вот как-нибудь ну нормально а он пропадает а чем пропадает потому что не нажал кнопку релод скрипт ну вот нормально все но смотрите во время движения вот эта кнопка не загорается и давайте посмотрим в какой слой попал лифт ну он попал слой doors потому что у меня сейчас включен слой doors майн я заморожу у меня все слои включены просто doors был активный и не замороженный так теперь нужно так чтобы он поднимался туда до конца вносим изменения в параметр moving дистанция ну поставим сначала здесь 30 ну и скорость сразу побольше конечно то он так будет до следующего года туда тащиться moving speed поставлю 5 пока что 5 поставлю мы посмотрим далеко уедем мало поставлю 70 в moving дистанции в moving дистанция и и и и дистанция а и 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 А вообще Может быть лучше сделать так Чтобы Лифт нужно было подождать Может быть его наверх отправить Давайте я так сделаю для интереса Лифт надо будет вызвать Он изначально будет стоять наверху Лифт у меня выделен И просто по оси Z Начинаю подтягивать его кверху И ждать когда он тут появится Вот он появился Теперь выровнять его И поменять значение В параметре Direction По оси Z Не один а минус один поставить Ну и мовинг дистанции выставить Сотку Даже 120 Скорее всего так Войду Опа Ну это я по-моему Должен был перезагрузить скрипт Скорее всего Да Совсем чуть-чуть Не доехал Совсем чуть-чуть не хватило Ну в общем получилось так Что значение В параметре Мовинг дистанция Я выставил 122.4 Вообще Если нажать здесь На само значение Появится Цифровая шкала И по ней можно до миллиметра Отрегулировать Отрегулировать Положение лифта В одной точке И в другой точке Давайте посмотрим Ну скорость я думаю Можно так и оставить Нормальная скорость Шахта лифта длинная И особо долго кататься По этой шахте Большого удовольствия Не доставить никому Ну вот Нормально В самый раз Чуть-чуть выше пола Итак установка Лифта на нужное место Закончена Задана нужная Дистанция И нужная скорость Теперь Жмем на папку Archetype Entity Папка Doors and Switch Папка Switch Ну и какой тут будет Рычажок Для того Чтобы вызвать лифт Это уж вам решать Ну Допустим Ну-ка Этот достану Нет Не пойдет Тоже не пойдет Вот То что нужно Ну я думаю Что в этой папке Можно найти Еще какие-нибудь Рычажки Для вызова Лифта Но этот Вполне Подойдет Закончен Продолжение следует Ну, грязь-то с него надо убрать, конечно же. Ни к чему на нем грязь. Так, один поставили сюда, чуть повыше. Вот так вот. Да, вот так вот. А один сюда ставим. Да, вот так вот. Жмем папку Entity, папка Triggers и достаем Proximity Trigger. Когда устанавливали триггер на дверь, там был Proximity Key Trigger, а это просто Proximity Trigger. Ну и первое, что сделаем, это, конечно же, вместо пятерок поставим единицы. И галочка сразу напротив Activate with Use. И сразу Text Instruction. И здесь напишу предварительно, Push. Это предварительная здесь будет надпись такая для ориентира. Все равно потом заменю ее. Подойду к триггеру. Ну вот, надпись появилась, это Push. Все нормально. Сам триггер отодвину чуть-чуть. Ну вот, запомню, чтобы к триггеру подойти, нужно подойти вот к этому ящику. И теперь нужно уяснить одну вещь относительно лифта. А, ну первым делом, перед тем, как заняться лифтом, сразу жмем на эту дверь. И снимаем галочку напротив Enabla. Все, дверь теперь сама по себе не открывается. То же самое с этой дверью. Цена бледа снимаем галочком. И вот теперь займемся лифтом. Вот я его выделил. И вот все действия, которые может совершать лифт. On Activate, On Close, On Closed, Deactivate, On Open, On Opened, On Reset Animation, On Start Animation. Нас интересует только четыре действия. On Closed, On Closed, On Open и On Opened. Какая разница между, например, Closed и Closed, и Open и Opened? Мы начнем с Open. Open это значит лифт начал движение из начальной точки в конечную точку. Начальная точка сейчас находится наверху, а конечная внизу. Потому что я изменил в параметре Direction по оси Z поставил минус. Если был бы плюс, начальная точка была бы внизу, конечная вверху. Поскольку минус, начальная точка сейчас наверху, вот здесь вот. А конечная вон там, внизу конечная. Итак, действие Open, это означает, что лифт начал движение, но не закончил. Начал движение из начальной точки. И едет в конечную точку. Действие Opened означает, что лифт приехал в конечную точку. Все, он приехал и остановился. Действие On Closed. Это значит, что лифт начал движение из конечной точки вон оттуда вот. В начальную точку, обратно поехал. Но еще не приехал. А On Closed означает, что лифт приехал из конечной точки в начальную точку и остановился. Надеюсь, вы в этом разберетесь. В принципе, тут ничего сложного нет. Итак, давайте приступим вот отсюда. Значит так. Нажимаем на триггер. Выбираем On Enter. Чикаем сюда. И кнопка Pick New стала доступной. Жмем на нее, она желтеет. И теперь жмем отсюда вот на лифт. И вот под On Enter появилось название лифта. Жмем на нее сначала левой кнопкой мыши, а потом правой кнопкой мыши. И надо выбрать действие. Какое надо выбрать действие? Чтобы лифт из начальной точки поехал в конечную точку. Это действие Open. Проверяем. Жмем опять на лифт. Да, чуть не забыл. Обязательно нужно снять галочку напротив параметра Automatic. Теперь жмем на лифт. И нам нужно, чтобы лифт, приехав в конечную точку, открыл эту дверь. Значит мы выбираем On Opened. Opened это значит он приехал в конечную точку и остановился. On Opened. Pick New. И жмем на дверь. Под On Opened появилась дверь. Вот эта Automatic Door 2. Жмем левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши и выбираем Opened. Смотрим, что получилось. Ну вот, вы видите. Лифт приехал. Дверь открылась и сразу же закрылась. Через какое-то время довольно быстро. Значит, здесь в параметре у двери в параметре Close Delay надо выставить 0. Ну и Opened Delay. А здесь нет такого параметра. Очень хорошо. Так, дальше копируем триггер. Летим наверх. Так, триггер я выделил. Жму Ctrl-C. Вот он появился здесь, этот триггер. А этот триггер будет просто открывать вот эту дверь. Потому что, если мы захотим отсюда поехать вниз, лифт уже будет здесь стоять. И вызывать его не надо будет. Поэтому этот триггер просто открывает эту дверь. Эту дверь тоже надо на нее нажать. И снять галочку напротив автоматик. И поставить 0 напротив Close Delay. Так, жмем на триггер. Жмем на автоматик элеватор. Remove. Опять жмем на триггер. On Enter. Pick New. И жмем на дверь. Под on Enter жмем на automatic door. Левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши. Open. Смотрим. Подходим к триггеру. Жму кнопку действия. Дверь открылась. Так, теперь жму опять на триггер. On Enter. Pick New. И жму вот на этот рычажок. Вот он появляется в списке под on Enter. Switches. Soeble. Device. Жму на него левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши. Start Animation. Машин. Смотрим. Ну вот, вы видите. Происходит еще анимация вот этого рычажка. При входе в триггер. Ну, с тем триггером то же самое сейчас сделаю. Смотрим. Смотрим. Жму на этот триггер. On Enter. Pick New. Жму на рычажок. Жму на название этого рычажка, который появился. Левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши. Start Animation. Ну, проверять не буду. Потом все проверю. Так. Теперь Копирую этот триггер и ставлю вот сюда на место этой кнопки. Control-C. Вот как-то так ставлю. Вот. Чтобы при подходе к этой кнопке появлялось сначала надо дверь Reload Script нажать. На этот триггер нажать, чтобы дверь открылась. И вот. При подходе к этой кнопке триггер запрашивает, чтобы я нажал кнопку действия. Надпись Push появляется. Но этот триггер, поскольку я его скопировал, он привязан к двери и к рычажку. Поэтому нажать надо на название двери и remove. Нажать на название рычажка и remove. А теперь жму на этот триггер on enter pick new и жму на lift. И нам нужно, чтобы при нажатии на этот триггер лифт отправился вниз. поэтому жму на автоматик элеватор левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши open. Теперь копирую этот триггер спускаюсь вниз ставлю его примерно вот здесь вот потому 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 что здесь примерно здесь будет кнопка лифта когда он спустится триггер уже привязан поскольку я его скопировал он уже привязан к лифту поэтому здесь ремувить ничего не надо просто надо нажать левой кнопкой мыши сюда правой кнопкой мыши и выбрать действие нам нужно чтобы лифт при нажатии на этот триггер поехал вверх поэтому выбираем действие клоузы проверяем вызываем лифт жмем на триггер срабатывает рычажок ждем когда приедет лифт так лифт приехал дверь открылась ну вот все нормально при подходе кнопки появляется надпись push вот запомню это место поточнее выровняю триггер все таки надо чуть-чуть повыше его поднять где-то так наверное и вот так вот да что теперь нужно сделать теперь нужно чтобы когда лифт приедет наверх открылась вот эта дверь поэтому жму сначала дверь reload script нажму потом жму на лифт и выбираю действие on closed потому что нам нужно чтобы лифт воздействовал на дверь только тогда когда он окончательно приедет в начальную точку поэтому жму on closed pick new и жму на дверь под потом клоузу появилась automatic door жму левой правой кнопкой мыши и жму open так но дело в том что дверь не закроется когда когда я нажму на триггер дверь откроется рычажок опустится я войду нажму на триггер лифт поедет вниз а дверь так и останется открытой поэтому жму опять на лифт так сначала reload скрипт на дверь так жму на лифт и мне нужно чтобы когда лифт поедет вниз дверь сразу же закрылась поэтому я жму on open pick new жму на дверь под on open появляется automatic door жму левой правой кнопкой мыши и жму close сейчас проверим как получилось подхожу к триггеру жму действие двери рычажок срабатывают подхожу сюда к триггеру жму действие все я вижу что дверь закрылась ну вот я приехал сюда дверь открылась но она так и не закроется ну во первых мне нужно что сделать чтобы когда я отправлюсь отсюда из конечной точки в начальную чтобы тоже закрылась дверь поэтому я нажимаю ну сначала эту дверь надо сбросить здесь скрипт релод скрипт жму на лифт на лифт и выбираю on close это отправление наверх в начальную точку пик нью и жму на дверь под on close появилась automatic door жму левой правой кнопкой мыши и жму close теперь когда лифт отправится наверх дверь закроется теперь что мне нужно допустим я вызвал лифт вот вызываю лифт вот вы видите лифт приехал дверь открылась и она не закроется пока я не войду в лифт и не поеду наверх вот смотрите буду ждать сколько угодно и вот я нажимаю только вот только сейчас она закрылась поэтому что надо сделать я хочу чтобы дверь если я не вхожу в лифт и никуда не еду закрывалась через 5 секунд сама собой захожу в папку entity и достаю из папки triggers делай триггер это триггер который оттягивает какое-то действие на какое-то время время можно ему задавать в параметрах и так зададим здесь 5 секунд в этом триггере вот здесь стоит параметр делай здесь стоит по умолчанию единица ставим пятерку больше ничего никаких параметров менять здесь не надо а теперь мне нужно чтобы когда лифт приехал сюда дверь открылась и если я не войду в лифт и никуда не поеду чтобы дверь закрылась через 5 секунд поэтому я жму на лифт выбираю действие он опенед пик нью и жму на делай триггер вот под он опенедом появился делай триггер жму на него левой правой и жму на инпут триггер то есть лифт когда приедет сюда он пошлет импульс в делай триггер а чтобы делай триггер через 5 секунд послал импульс на дверь нужно нажать на делай триггер выбрать он аутпут пик нью и нажать на дверь под он аутпут триггер появился автоматик дор жму левой правой и жму на клоузы и теперь еще мне нужно чтобы через 5 секунд вот этот рычажок вернулся на свое исходное положение поэтому жму опять на делай триггер он аутпут триггер пик нью жму на рычажок вот он появился левый на него правый и жму резет анимашин давайте проверим что получилось подкажу к триггеру жму на триггер жду вот здесь вот лучше будет видно дверь открылась так а не получилось потому что надо обязательно снять галочку с двери напротив параметра автоматик вот снимаю галочку проверяю ну вот через 5 секунд рычажок встает на свое место дверь закрывается если снова нажать на этот триггер то просто откроется дверь потому что лифт уже стоит на месте и ему уже не надо ехать оттуда ну теперь что остается сделать здесь поставить триггер на место ну да как-то так поставить вот видна надпись нажал я на рычажок рычажок опустился лифт приехал я в него пока не захожу прошло 5 секунд дверь закрылась я опять подхожу жму на рычажок дверь открылась захожу жму здесь на кнопку и еду вверх ну и здесь нужно сделать то же самое а на этом первая часть урока по установке лифта подошла к концу с вами был Бертольд Африканцев встретимся во второй части этого урока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok